здарова всем любители старины вы находитесь на канале ретро цикл и сегодня у нас обычный и 49 я опять думал что про него говорить все думали что про него говорить в итоге ничего не придумали как обычно мы покрасили мотоцикл порошковой краской мы песка строили все детали покрасили базы под лак все элементы включая бардачки крылья кожухи фары саму фару перехромировали все что возможно все что стояло в оригинале мы подвергли гальваники купили новую выхлопную систему хромированную делают и поляки купили все резинки все переключатели также резиновые седла парочку конкретно угробили пока одели одевали вот эти колеса как и всегда мы перебрали за исключением одного но на данном мотоцикле у нас стоят уже хромированные колеса потому что новые польские диски они идут хромированные и не хромированные почему-то стоят дороже чем хромированные мы договорились с заказчиком он сказал что да меня устраивает красиво хромированные колеса хромированные спицы перебрал нам их товарищ гриф мотоцикл Мотоцикл полностью готов к работе, интересный, едет отлично, газуется там, работает по поводу проездов, шумит у нее ни палец, ни поршневая, стучит у нее заслонка в карбюраторе, мы с ней что только не делали, мазали ее всякими герметиками, всякими, точили, подбирали новые, их 4 размера заслонок, оказывается, в разных карбюраторах, в общем, все равно он звенит, но это самый лучший карбюратор, с которым он хорошо работает. Двигатель мы, как всегда, разобрали по полной программе, отдали их нашему Константину Карпову, который все это дело от стеклоструил, вычистил все оттуда грязьющую всю, потом это дело собрали на новом советском коленвале, используя хорошую коробку из запасов, поменяли все подшипники, поменяли все подшипники, поменяли все подшипники, сальники, поставили новые прокладки, также расточили поршневую под второй ремонт, поставили хорошие поршни из новодельных, то есть там есть три производителя поршней, мы выбираем самые лучшие, минимальные допустимые зазоры стоят, то есть мотоцикл не перегревается, не клинит, проводка, а также тросики и всякие переключатели подверглись, естественно, ремонту, реставрации, то есть провода мы используем в тканевой оплетке, плетем проводку уже конкретно по каждому мотоциклу, тем более в этом мотоцикле она будет не такая проводка, как на любом другом 49-м уже, все переключатели у нас новые, вот как вот этот декомпрессор, либо забытые старые. А теперь адепты секты евоводов, Сергей Борисович, привет, приготовьтесь, сядьте поудобнее, не упадите, мы на вражеского грязного орочего ежа поставили прекрасное чешское, чехословацкое вапе. Причем тут евоводы и вражеские ежи, для тех, кто не знает, вапе это чехословацкий продукт, собственно, зажигание электронное, CDI, которое выпускает фирма PowerDynamo и выпускает хорошие комплекты, которые идут и на Явы, и на НСУ, и на ДКВ, и на Цундапы, не делают они, к сожалению, только на ежи. Ценители чехословацких мотоциклов, естественно, знают про этот комплект и ставят его на свои аппараты. Оно славится своей надежностью, а также простотой, в принципе, в эксплуатации и в установке. Мы решили поставить его на ИШ, ну, собственно, было желание заказчика, он захотел электронное зажигание, думали бы им поставить туда от скутера, либо подумали отставить туда от минского зажигания, как мы делали это ранее, однако решили поставить туда именно в ВАПе, чехословацкое. И вот, все работает, заводится, там не обошлось без геморроев, без переделок. Пришлось выточить кусок блока, пришлось переделать планшайбу, пришлось переместить датчик. И в целом все работает. Конус подошел, я скажу, что мотоцикл работает хорошо, то есть я доволен тем, как он работает. Собственно, на этом я закрываю крышку. Комплект электронного зажигания избавляет владельца мотоцикла от многих проблем, как то, это вечно мучающие изъездок кулачки, отсутствие из-за этого стабильной искры, а также отсутствие хорошей зарядки из-за того, что присутствуют щетки, а также генераторы, как правило, уже поезженные и довольно-таки старые. Такой комплект, в принципе, от всех этих бед избавляет. Там нет щеток, оно на постоянных магнитах, там отдельная катушка зажигания, которая является и коммутатором. Зарядка всегда стабильная, мощности этого комплекта хватает, то есть электронная часть этого мотоцикла работает не хуже, чем на современных мотоциклах, потому как она практически идентичная. Если вы загорели желанием заказать подобный мотоцикл с такой же системой зажигания, да и любой такой же 49-й ИЖ, да и любой просто ИЖ, да и любой просто ретро-мотоцикл, да может быть и не совсем ретро, вы можете смело звонить на телефон, который указан в контактах. Я могу пожелать вам только хороших, ровных дорог. От вас прошу поставить палец вверх, подписаться на наш канал. Всем всего хорошего. Пока!